МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Более трех миллиардов рублей с федерального и областного бюджетов и около миллиарда налоговых и неналоговых доходов поступят в казну города в следующем году. На очередном заседании комитета депутаты обсудили главный финансовый документ на будущий год. Новая школа появится в Сарове. Образовательные учреждения на 600 мест планируют построить в 15-м микрорайоне на пустыре по улице Раменской. На разработку проекта сметной документации с бюджета города в следующем году выделят 10 миллионов рублей. На капитальный ремонт нескольких объектов образования потратят около 15 миллионов. По основным направлениям рост, так как есть расходы, предусмотрено повышение расходов на оплату труда, педагогам, да, на оплату труда учителям, педагогам доп. образования в рамках этой программы, рост расходов на коммунальные услуги. Также в проекте бюджета заложены средства на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов. В общей сложности в следующем году на образование планируют потратить 51% бюджета города. Вторую строку в этом рейтинге занимает транспорт, лесное и дорожное хозяйство. Этому направлению с бюджета выделят 13% средств. На обеспечение наружного освещения потратят 54 миллиона рублей. По городскому хозяйству программа выросла на почти 12%. Программа ремонт и содержание автомобильных дорог имеет рост. Это связано с увеличением расходов на содержание и обслуживание автомобильных дорог, а также запланированы средства на ремонт автомобильных дорог в размере 62 миллиона рублей. На строительство улицы Чапаева потратят 95 миллионов, а на участок дороги улицы Негина от Зернова до Менделеева 107 миллионов. На содержание и регулярную санитарную очистку территорий мест массового отдыха потратят около 7 миллионов рублей. На третьей строке расходов идет культура. На нее потратят 9% бюджета. 7% отдадут ЖКХ. Программа обеспечения населения города Сарова качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства немного выросла на 7%. По данной программе увеличение расходов связано с разработкой схемы теплоснабжения города и обеспечением содержания тепловых сетей в случае, если не будет заключено до конца года концессионное соглашение в сфере теплоснабжения. Всего в следующем году бюджет города составит около 4 миллиардов 300 миллионов рублей. Из федерального и областных бюджетов в казну города поступит больше 3 миллиардов рублей, а также около миллиарда налоговых и неналоговых доходов. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда вырастут в следующем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. Подробности далее. На тысячу рублей вырастет прожиточный минимум в 2022 году. Об этом рассказал Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. Он отметил, что социальный блок – один из ключевых приоритетов федерального бюджета, над которым сейчас активно работают депутаты. В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы. предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Владимир Путин подчеркнул, что благодаря такому решению возрастут выплаты для граждан, которые получают детские, федеральные и региональные пособия в социальные доплаты к пенсии. Также президент заявил, что в следующем году вырастет и минимальный размер оплаты труда. В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. А это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОД. В будущем году также на 8,6%. В абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей. В итоге МРОД в следующем году составит 13 890 рублей в месяц. По словам президента, такое решение затронет миллионы граждан, так как на основе МРОД начисляют пособия по временной нетрудоспособности, устанавливают зарплаты в бюджетной сфере. Затронул Владимир Путин на совещании и индексацию пенсии. По его словам, предложения по этому вопросу сейчас прорабатывают в правительстве. К нему вернутся в ближайшее время. На 5000 рублей пополнят Пушкинскую карту в 2022 году. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут использовать эти средства для посещения культурных мероприятий. Оформить карту можно на портале Госуслуги. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Всероссийский исторический кроссворд стартует 26 ноября в 17 часов. Библиотека имени Маяковского станет одной из площадок проведения кроссворда. Чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний. Достаточно школьной программы, азарта, умения логически мыслить и желания отгадывать загадки. Для участия необходимо до 25 ноября зарегистрироваться по телефону 99410. Парк имени Зернова приглашает саровчан принять участие в городском конкурсе новогодних игрушек «Подарок для елки». Игрушки принимают в Доме молодежи до 10 декабря с 15 до 19 часов. Номинации «Сказочный переполох», «Сладкая фантазия», «Музыкальный калаш». Игрушки должны быть выполнены из прочного материала. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте саровпарк.ру 20 ноября свой профессиональный праздник отмечает первый врач в жизни каждого человека – педиатр. Дарья Гринина работает в детской поликлинике несколько месяцев. Своими впечатлениями молодой специалист поделилась с нашей съемочной группой. В детстве Дарья Гринина мечтала стать дизайнером либо архитектором. Но когда пришло время выбирать будущую профессию, она без сомнений решила для себя, что будет врачом. Девушка пошла на факультет педиатрии и готова посвятить работе с детьми всю жизнь. В новый коллектив Дарья влилась очень быстро. Во всем мне помогают мои коллеги. По любому вопросу, в любое время можно подойти, позвонить и знаешь, что тебе пойдут навстречу, помогут во всех вопросах. Сложности в работе только в том, что еще непривычно. Очень много бумажной работы, очень много новых форм, которые вроде когда-то изучали, но на практике встречаешься впервые с ними. В наш город Дарья приехала из города Чистополь, республики Татарстан в начале сентября. Переезд в закрытый город поначалу немного пугал девушку, но как только она сюда попала, страхи отступили. Очень уютный, чистый город, признается Дарья. Работа с детьми, по ее мнению, требует особого подхода. На приеме основной источник информации для врача в первую очередь родители. Очень важно, чтобы родители пристально наблюдали за ребенком и могли описать его жалобы. И если родитель не может описать его жалобы, надо находить это все на приеме. Поэтому каждому ребенку нужен отдельный подход. Кто-то сразу тебе все расскажет, а кто-то поплачет сначала, отвернется от тебя, и только потом уже будет рассказывать, что у него на самом деле болит. О том, как поддержать иммунитет ребенка в осенне-зимний период, как защитить его от гриппа и ОРВИ, и почему важна вакцинация, расскажем в ближайшем выпуске новостей. Полную беседу с доктором вы найдете в нашей рубрике без комментариев. В Саровском драматическом театре премьера режиссер Юлия Николаева поставила для юных зрителей спектакль про Петсона и Финдуса. Подробности в следующем репортаже. Петсона и Финдус – герой одноименной книжной серии шведского писателя Свена Нуртвикста. История про старика-изобретателя и его друга озорного котенка любят взрослые дети многих стран мира. В небольших историях автор рассказывает об интересных встречах и необычных приключениях Петсона и Финдуса. Саровский драматический театр подготовил для маленьких зрителей спектакль про любимых героев. Одна из основных тем, которую мы развили в спектакле – это воспитание. Но не в том плане, когда мы с назидательной точки смотрим на детей, а когда мы являемся для них личным примером. Потому что старик Петсон, в чем его уникальность? Он из подручных материалов, из всяких штук может собрать что-то необыкновенное, что увлекает детей. Незамысловатый, наивный и добрый сюжет – отличительные черты сказки о Петсоне и Финдусе. Здесь есть место юмору и грусти, легкости и размышлениям о важных вещах. Поэтому спектакль будет интересен и взрослым. Те, кто будет внимательно смотреть, они увидят, что здесь трое взрослых. И есть некий кот, в данном случае у нас его играет Лев Рустамов. Он как ребенок для них, для всех. И насколько дети бывают убаятельны. И вот эти трое в деревне, у которых уже давно нет детей, скажем так, они учатся с ним заново общаться. Маленькие зрители тоже помогали в оформлении спектакля. Все желающие могли нарисовать рисунки, связанные с историей о Петсоне и Финдусе. Работы детей стали картинами в домике Петсона, а другие попали на афишу спектакля. Справки по телефону – 983-83. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. В художественной галерее открылась выставка «Художники Сарова-2021». На ней представлены более 140 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Подробности далее. В ежегодной выставке «Художники Сарова» приняли участие 57 мастеров. На вернисаже собрались как старые друзья галереи, так и новые авторы. Экспозиция представлена произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Также есть и уникальные работы в технике мокрого валяния. 147 работ, 57 авторов. И вообще, на самом деле, это большая радость для нас и для наших саровских художников встретиться здесь, на вернисаже. Потому что, по большому счету, это единственный день в году, когда саровские художники встречаются на своей собственной выставке. Более десятка работ написаны мастерами в самой художественной галерее, на различных проектах, таких как «Ночь искусств» или «Ночь в музее». На выставке можно увидеть картины в бытовом жанре, а также пейзаж, натюрморт и портрет. И, конечно, по доброй традиции, многие работы связаны с Саровым. Работы становятся лучше, более художников Саровского объединения растет. И это очень приятно. Это отмечалось два года назад, наверное, тоже на выставке. Но вот эта выставка, она просто поражает. И поражает она прежде всего тем, что вот в наше сложное время, когда на дворе беда, пандемия, но выставка получилась на удивление позитивная. Выставка художники Сарова 2021 продлится до конца декабря. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 702-87-702-94. Мероприятие для лиц старше шести лет. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Волонтеры клуба «Инсайт» провели для студентов Саровского физико-технического института акцию, посвященную Дню отказа от курения. Подробности в следующем репортаже. Каждая десятая женщина в России курит, а среди мужчин заядлых курильщиков более 60%. Об этом говорит статистика. По данным ВОЗ, курение – причина 85% смертельных исходов от рака легких бронхов к трахеито. Эту информацию донесли волонтеры клуба «Инсайт» студентам Саровского физико-технического института. В актовом зале прошла акция «Искусственный рай», посвященная Дню отказа от курения. Цель данной акции – довести до молодежи, что никотин, как говорят продавцы табачных изделий, безвреден. Это не так, это наносит вред. Лучше поддерживать здоровый образ жизни. Студенты с РФТИ смогли принять участие в интерактивах, играх и опросах, где смогли узнать о том, как бросить курить и чем можно заменить сигареты. Я узнала, какие виды болезней бывают от курения, как влияет курение на женский организм, на мужской. Это очень важно, я считаю, потому что люди должны знать, какой вред наносит курение, какие болезни от этого и последствия. В принципе, эта проблема сейчас очень распространенная. Даже если некоторые общественные места, очень много большого скопления людей, где курят, и очень много именно пассивных курильщиков, которые не курят, но от этого страдают. И думаю, это полезно послушать и понять. Следующая акция волонтерского клуба «Инсайт» пройдет в начале декабря. Она будет посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом. Беседы состоятся в Саровском медицинском колледже, Саровском физико-техническом институте и молодежном центре. Ирина Вышегородцева, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин